Здравствуйте друзья! Героем этого обзора в очередной раз будет устройство, присланное мне одним из подписчиков канала, за что я выражаю искреннюю благодарность. А тестировать мы будем диммер, который предназначен для управления освещением и в отличие от просто выключателя еще управляет яркостью. Это продукт достаточно известного бренда Moes, работающий по Zigbee и способный контролировать сразу два светильника. Далее мы с вами рассмотрим его возможности в штатной экосистеме Tuya Smart, проверим совместимость с Google Home и Apple HomeKit, а также пути интеграции в Home Assistant. А перед тем как мы начнем, традиционно, попрошу вас подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и поставить лайк этому видео, это поможет находить его другим людям интересующимся темой умного дома. Тип устройства. Диммер для настенного монтажа. Модель Moes ZS-E-Ut. Количество каналов управления 2. Сенсорные кнопки. Интерфейс Zigbee 3.0. Мощность нагрузки до 600 Вт общая. Максимальный ток до 3 А. Диапазон рабочих напряжений от 90 до 250 Вольт. Наружный размер 86 на 86 мм. Поставляется устройство в брендовой коробке Moes. Такое оформление мне уже неоднократно попадалось. Есть логотипы базовой экосистемы Tuya и дополнительных, в которых заявлена его поддержка. Google Home и Amazon Alexa. По задней стороне упаковки коробки можно сделать вывод о том, что производитель задумывал модельную линейку, состоящую из устройств с интерфейсами Wi-Fi, Zigbee 3.0 и BLE, на 1, 2, 3 и 4 линии управления в 4 цветовых вариантах. По состоянию на дату тестирования есть только белое и черное, максимально на 3 линии управления. Упаковано все хорошо, есть защитная вставка, которая защищает поверхность сенсора, все доехало в целости и сохранности. Кстати, по картинке на инструкции можно предположить, что версии на 4 канала управления могут быть доступны только в прямоугольном американском исполнении. Вот все, что нашлось в коробке. Диммер, в данном случае белая версия на 2 линии, инструкция и крепеж. В принципе, больше ничего и не нужно. В инструкции, из интересного, есть описание перевода в режим сопряжения, тут немного нестандартно. Нужно 6 раз нажать на кнопку включения, именно нажать, не включить, выключить 6 раз. И при 6 нажатии не отпускать палец, пока подсветка на кнопках не начнет мерцать. К слову говоря, при корректном удалении с шлюза или координатора, диммер переводится в режим сопряжения автоматически. Это классический вариант сенсорного выключателя, фронтальная панель из стекла или чего-то очень похожего на стекло. Небольшие круглые сенсорные кнопки, по окружности кнопок подсветка. Как видно, конструктивно тут может быть максимум 3 выходные линии, в данной версии 2. Отдельно сбоку находится контакт для нулевой линии и одним рядом входящие и две выходящие фазы. Соблюдайте корректность подключения. Хотя наружная часть имеет стандартный для такого типа устройств размер 86х86 мм, что несколько больше используемых у нас выключателей, внутренняя часть довольно компактная, примерно 50х50 мм и глубиной около 25 мм. Поэтому без проблем помещается в круглый подрозетник. Отверстия для креплений на диммере совпадают с отверстиями на подрозетнике. Главное, чтобы они при установке были правильно ориентированы, строго по горизонтали или вертикали. С квадратным 86х86 мм тоже проблем нет, подходит отлично и по внутреннему и по внешнему размеру. Отверстия для крепежа тоже совпадают отлично. Давайте заглянем внутрь устройства, благо разборка тут не сложная. Передняя панель держится на защелках, чтобы ее снять нужно поддеть чем-то плоским снизу. Видно две сенсорные панели и площадку в центре для установки третьей. Zigbee модуль. Для устройства к системе Tuya Smart используются свои, специально созданные для них чипы. Далее снимаем плату с сенсорами. Она соединена с внутренним силовым модулем 8-пиновым разъемом. А тот в свою очередь на трех саморезах. То есть по сути диммер состоит из двух частей. Наружная с сенсорами из Zigbee и внутренняя, которая погружена в стену силовая. А вот уже и она. Видно, что все эти модули стандартны. На этапе сборки устанавливается соответствующее количество элементов для версии на 1, 2 и 3 линии управления. Тут применены достаточно мощные симисторы BTA16800B с максимальным током до 16 Ампер и максимальным обратным напряжением до 800 Вольт, так что все с запасом. Они установлены на алюминиевый уголок, выполняющий роль радиатора. Из-под него выглядывает оптопара МОК-3052. Теперь время сделать тестовый стенд. К диммеру у меня будет подключена розетка, нулевой провод которой идет напрямую в линию питания, а фаза подключена к выходу L1 диммера. Обязательно соблюдайте порядок подключения, 0 на контакт N, фаза на контакт L. После подачи питания устройство автоматически переходит в режим сопряжения. Если этого не происходит, 6 раз нажимаем на кнопку и при 6 нажатии не отпускаем палец, пока подсветка не начнет так моргать. Так как это ZigBee устройство, нужен шлюз. У меня это NeoNAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылка на обзор в описании. Заходим в его плагин и выбираем опцию подключения дочерних устройств. Диммер должен быть включен и переведен в режим сопряжения. После этого устройство определяется, проходит интервью и подключается к шлюзу. Отображается в приложении как американская прямоугольная версия. После этого диммер готов к работе. В главном окне плагина отображается общая панель управления, которая контролирует сразу оба канала диммера. Кроме включения и выключения, тут есть шкала яркости и диапазон. Диапазон позволяет регулировать шкалу, например, можно установить минимум не на 0, а на 20-25%, тогда это и будет нижним значением шкалы яркости. В нижней части окна есть переключатели каждого канала по отдельности. Кроме включения и выключения, эти опции доступны из основного окна. Можно перейти и на окно управления яркостью и регулировки шкалы каждого из каналов управления по отдельности. Ручное управление. Светильник включается очень плавно и неторопливо, имейте в виду эту особенность. Яркость регулируется удержанием пальца на кнопке. Поочередно, в сторону увеличения и уменьшения. Выключается так же плавно и неторопливо, как и включается. Настройка диапазона яркости. Ставлю минимум на 20%. Теперь ниже этого значения яркость регулироваться не будет. Отклик на изменение параметров в приложении не моментальный, но по-видимому это особенность работы этого диммера. Физическая сторона процесса. 225 вольт на полной яркости. 33 вольта на 20%. Предел, который я поставил по фактическому затуханию лампы. Внизу окна находится несколько дополнительных опций. Обратный отсчет. Это интервал времени, может задаваться на каждый из каналов по отдельности. По его истечении состояние канала будет инвертироваться, если было включено-выключится и наоборот. Время это планировщик включения-выключения. Тут можно установить дни недели и время, причем таких задач можно создать много. Кстати, опцию выбора выключателей перевели очень оригинально. Оборудование для казни. Не самый удачный в данном случае вариант перевода слова Execute. Тут выбирается не электрический стул, гильотина или петля, а какой из каналов управления будет срабатывать. Также выбираем как именно, включаться или выключаться. Создаем столько задач, сколько нам нужно. И последний пункт внизу, настройка устройства. Поведение после подачи питания может быть всегда выключен. Пункт бонуса в объективной реальности диммера означает всегда включен. И помнить состояние до отключения питания. Есть управление подсветкой кнопок. Подсвечивать включенные каналы выбрано по умолчанию. Светить при выключенном канале и выключить на все время. Последняя опция переключатель подсветки не работает. Проверим опцию всегда включен. Сейчас оба канала выключены. После подачи питания несколько раз мигает подсветка. Оба канала включились. Теперь режим всегда выключен. Включаем оба канала. Отключаем питание. Возвращаем. Диммер остается выключенным. Помнить предыдущий статус. Включу второй канал, первый выключен. Сбрасываем по питанию. Состояние восстанавливается. Теперь наоборот. Второй выключаем и первый включаем. Переключаю питание и статус восстанавливается. Подсветка. По умолчанию она отмечает включенный канал. Теперь наоборот отмечены выключенные каналы. Так удобнее будет находить устройство в темноте. И режим всегда выключен, а кому подсветка не нужна. В общем меню настроек устройства ничего необычного нет. Указана совместимость с Amazon Alexa и Google Home. Можно проверить версию прошивки и создать группу. Дать общий доступ, удалить из системы. Все стандартно. Перейдем к автоматизациям. В разделе условий автоматизации, тут доступно большое количество различных опций. Правда, далеко не все их можно будет использовать в реальном применении. В качестве триггеровых условий можно указать состояние любого из каналов диммера. Применять текущее значение яркости больше, меньше или равно. Даже такие опции, как поведение после восстановления питания. Доступны, но вряд ли применимы и такие параметры, как диапазон шкалы яркости, режим работы подсветки на кнопках. В Tuya подход простой. Практически все, что можно делать в приложении, доступно и в автоматизациях. В разделе действий тоже много пунктов на два экрана прокрутки. Тут используется тот же принцип. Добавлено все, что можно и по факту большая часть этих опций бесполезна. С изменением статуса линии управления забавная ситуация. Первый канал можно включить, выключить и переключить состояние, а второй только включить или выключить. Реверс где-то потерялся. Можно регулировать яркость и тут есть даже три варианта, как это делать. Можно сразу установить нужное значение или постепенно поднимать или опускать на значение в 1, 10 или 20%. Также через автоматизацию можно устанавливать пределы для шкалы яркости, это кстати может пригодиться. Например, вечером понижать максимум, а с утра возвращать на 100%. Есть опция запуска обратного отсчета. Можно устанавливать и настройки, как памяти состояния после восстановления питания, так и режимы работы подсветки кнопок. Добавили и нерабочую опцию переключателя подсветки. Теперь проверим совместимость с Google Home. Для работы с ним разово, нужно через меню устройств совместимых с сервисами добавить аккаунт у Ясмарт. После этого, все что совместимо с этой системой будет появляться тут автоматически. Диммер поддерживается и пробрасывает сразу три объекта. Общее управление обоими каналами раздельно на каждую из линий. Можно включать, выключать и регулировать яркость, как вручную, так и через голосового ассистента. Что касается HomeKit, напомню, что мой шлюз поддерживает этот протокол и подключен в Home Assistant через интеграцию HomeKit контроллер, что является аналогом подключения к центру управления умным домом. Диммер тут не появился, он не поддерживается, собственно об этом и не заявлялось. Но иногда бывает, что тот или иной гаджет все-таки может работать с умным домом от Apple, я проверяю все. Теперь перейдем к Home Assistant и проверим работу штатной интеграции Туя, которая работает через облако. Ее плюс в одновременном использовании устройств как в Туя Smart, так и в Home Assistant, минус зависимость от интернета. Герой обзора появился тут под названием Dimmer Switch. Оба канала перебросились как объекты Lite, кроме включения и выключения доступна регулировка яркости. Доступны настройки диапазона в яркости под каждый канал, есть и опции, позволяющие устанавливать режим поведения после восстановления питания и подсветки кнопок выключателя. Следующий этап это локальные интеграции системы с альтернативными координаторами. То есть, диммер нужно отключить от родного шлюза и переключать, в данном случае на стиг санок ZB Dongle E, который у меня используется для интеграции с ZHA. Режим добавления в интеграции и сопряжения на устройстве, и диммер определяется в системе. Первоначальная картинка обнадеживающая, видно что есть объекты Lite. В информации о устройстве есть указание о том, что диммер является роутером, то есть, может передавать и получать данные от других узлов сети, тем самым увеличивая ее емкость и покрытие. Чуть дальше есть указание о нестандартном обработчике событий, и возможно с этим связан следующий обнаруженный мной момент. При ручном управлении все работает корректно, в системе видны изменения как статуса выключателя, так и текущий уровень яркости. Но вот если что-то попробовать менять в Home Assistant, то диммер реагировать на это не хочет. От него данные идут корректно, а команды управления игнорируются. Давайте посмотрим, что скажет ZigBito MQTT, на дату тестирования установлена версия 1.3.1.2, в качестве координатора стик санов зэбодон глпэ. Подключаем, и пока тут все выглядит хорошо, диммер поддерживается системой, опознался и подключился корректно. Дальше все тоже нормально, действительно диммер, два канала, роутер и даже правильная картинка. На странице экспозиции есть оба канала управления, каждый из которых можно включать, выключать, менять как яркость, так и ее диапазон, и даже ставить обратный отсчет. Памяти, состояние и режимов подсветки кнопок нет. Если при работе первого канала все в порядке, я ничего необычного не заметил, то с вторым каналом часто выпадает ошибка, не определен датапоинт для второй линии. И конечно на команды он не реагирует, а после такой ошибки на какое-то время подвисает и первый канал. При этом, если работать из интерфейса Home Assistant, а он работает с ZigBito MQTT через Mosquito Broker, то ситуация получше. Второй канал реагирует на команды, изменения, хотя периодические подвисания я замечал. Обратная связь при ручном управлении второго канала, реагирует нормально и адекватно, однако при следующем включении или выключении может пропустить. С первым каналом, как я и сказал, таких проблем я не замечал. Попробуем связать диммер с устройствами поддерживающими прямой биндинг. С точки зрения системы он та же лампочка. Начнем с логического контроллера с поворотной ручкой от того же производителя Moes. Поворотный контроллер должен находиться в режиме команд и его нужно поместить в одну группу с управляемым устройством. Для диммера есть выбор из шести опций, я по очереди перепробовал все. К сожалению, ни один из вариантов доступных датапоинт не смог заставить диммер реагировать на поворот или нажатие ручки логического контроллера. Для чистоты эксперимента, хотя я уже был уверен, что ничего не выйдет, попробую и 8-зонный зигби пульт от Mi Boxer. Он работает по тому же принципу добавления в группы, которые должны иметь ID от 101 до 108 по номеру зоны. И добавленные в такие группы светильники будут управляться кнопками с соответствующим номером. Чудо не случилось, пультом диммер не управляется, хотя напрямую из меню групп все работает, включение, выключение и яркость. И напоследок проверим совместимость с SLS шлюзом, на котором у меня установлена актуальная на дату теста прошивка 9 мая 2023 года. Штатное устройство не поддерживается, об этом говорит то, что ему присвоен нулевой конвертер по умолчанию. Выходы из ситуации, попробовать найти подобное, уже добавленное устройство и указать его номер конвертера. Ничего подходящего на два канала я не нашел. Ради эксперимента добавил диммер на один канал, кстати ссылку на его обзор и подобный, но с сенсорной кнопкой я оставил в описании под видео. В таком виде устройство работает, причем нормально и адекватно, но управляется только первый канал, второй игнорируется. У меня сложилось впечатление, что производитель видоизменил проверенную прошивку одноканального устройства, но при этом применил для второго и скорее всего для третьего канала управления, какое-то нестандартное решение, что объясняет странные ошибки при обращении к нему в ZigBee 2MQTT. По состоянию на сейчас устройство адекватно работает только в штатной системе управления Tuya Smart Smart Life. То управление, которое в нем реализовано на момент этого видео, вызывает проблемы при работе в альтернативных системах, странные ошибки и зависания, команды то проходят, то нет. Допускаю, что это рано или поздно поправят, но пока есть то что есть. Полагаю, что версия на один канал будет работать нормально, аналогично уже существующим диммерам с большой кнопкой и сенсором на ней и поворотной ручкой, ссылки на их обзоры вы найдете в описании. И на данный момент я бы рекомендовал обратить ваше внимание именно на них. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылки на магазины Moes, там же вы найдете и ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok